Друзья, всем привет! Ну что, новый день, новый влог, и сегодня в гости на коррекцию бровей ко мне пришла Аня. Аня, она приехала к нам из Казахстана всей своей семьей, вместе с мужем и с двумя детьми. Кстати, ребята, Аня также ведет свой YouTube-канал, кому интересно, если что, вот здесь вот ссылочка на ее каналчик, приходите, смотрите. Так как Аня пришла, я сразу же мне, как бы не терпелось задать ей некоторые вопросы, касаемо детского сада. Как она устраивала детей, медицины в Калининграде, потому что я сто процентов уверена, что она сталкивалась с медициной и может нам много чего рассказать. Ну и в целом, как устроилась семья, где купили квартиру, где живут и вообще какие впечатления о Калининграде. Ну вот, ребята, поближе, знакомьтесь, знакомьтесь. Это Аня. Аня, ну слушай, расскажи, пожалуйста, у тебя получается двое мальчишек, двое детей. Сколько им лет? Одному скоро будет семь, и второму скоро будет пять. О, вообще отличный возраст. Вы давно переехали в Калининград? Получается, уже четвертый год пошел здесь живем. Вы уже местные, можно сказать. Ну, что-то такое. Слушай, скажи, как ты своих ребятишек, давно они ходят в садик, как ты устраивала, вообще где живешь, то есть получилось недалеко устроить, ну вот эти моменты, устройство в сад. В общем, как было устройство в саду? Мы жили в Ленинградском районе, здесь, кстати, недалеко от вас, мы снимали квартиру, а потом купили квартиру в центральном районе. Но я уже, получается, до того, как мы в центральном районе купили, их в садик определила. Но нам государство не выделило сначала места в садик, потому что мест не хватало, как всегда. И нам пришлось вводить в частный садик, но на государственной основе. О, Аня, это интересно. А сколько ты платила за частный сад здесь? Получается, 15 тысяч за ребенка. Это за двоих выходило 30 тысяч рублей в месяц. А что входило в эту стоимость? Питание? Все входило? Ну, вот только питание и уход, ну, получается. Ну, как обычно детский садик, только вот за 30 тысяч в месяц, за двоих. А, вот это, да. Да, потом я уже ходила, пошла в комитет по образованию, они мне государственный садик также не дали. Да, и я, получается, заведующая нам сказала, что так как вы у нас полгода уже отходили в наш садик, то что мы им уже и так нормальную сумму оставили денег. В частный, да? В частный, да. Она говорит, вы у нас как в приоритете стоите на государственную основу. И наша очередь, получается, была первая. У них, получается, группа сдалась, ну, как выпускной был. И, получается, они взяли старшего на государственной основе и потом уже младшего взяли. Получается, да, мы вот полгода проплатили и потом платили по 2 500. Да, это более или менее уже нормально. Ну, так, конечно, полгода. То есть 2 500 – это уже стоимость государственного детского сада. Все то же самое, абсолютно то же самое. А сейчас мы, получается, переехали в московский район, ой, в московский говорю, в ленинградские районы, но в конце московского. А это где вы купили? Это где Мэтро. А, это где Мэтро? Вы купили там квартиру? Да, мы купили там квартиру. Вот. И, получается, так как у нас поменялось место жительства, я также, мы, когда покупали квартиру, сразу же их поставила в очередь в другой сад, потому что, ну, не резон с конца московского ездить на, допустим, центральный район. Это мы вот сейчас каждый день так ездим. В общем, год прошел, мы стоим до сих пор в этой очереди в садик, до сих пор нам никто не дал этот садик. Да ты что? Хотя не по прописке, да? Да, по прописке. Сейчас вот у нас 1 апреля будет зачисление в школу. Как только нам дадут добро на школу, что, да, действительно, Демьян идет в эту школу вот рядом тоже с домом. Если они нам дают добро, я хочу сначала сходить в комитет по образованию, сказать, что, ну, пожалуйста, ребенку уже 5 лет, да, дайте хотя бы одному ребенку место в садике. Я их не возил, это невозможно же ни на работу устроиться. Одного завези в школу, другого в центральный район увези, потом за другим приедешь, забери, потом вместе с ним уедет туда, особенно зимой, это вообще, конечно, будет проблема. Вот если они мне не дадут. И что делать? Я уже написала депутату, потому что я писала губернатору, губернатор мне не отвечает, написала депутату, депутат мне сказал, что поможет. Слушай, Ань, а у тебя вот тоже есть, это как бы, ну, как ты считаешь, это такой частный случай у тебя именно, или ты разговаривала с мамочками, и у многих такая проблема? У многих, у многих вообще я посмотрела, ну, у нас в Казахстане тоже была проблема, это везде такая проблема с садами, везде мест не хватает, особенно вот новые вот эти вот микрорайоны, которые строят, да, ну, построите, вы видите, что у вас огромный микрорайон, да, сразу построите два садика, чтобы не было никаких проблем. В чем проблема? Две школы, два садика. В итоге нет, это то же самое с поликлиникой. Это вот, да, кстати, у нас поликлиника, получается, мы живем в конце Московского, у нас поликлиника находится на Трибуце, это вот тоже на Московском, ну, в принципе, не так далеко. И получается, у нас на нашего педиатра три или четыре, получается, района. Постоянная загруженность у нее колоссальная. Постоянная, да, вот, чтобы записаться, допустим, тебе вот надо пойти записаться к ней на прием, да, ты не запишешься, потому что мест, ну, как бы времени у нее нет, это ты приходишь, отсиживаешь всю очередь, если тебя с горем пополам, там, допустим, принимают, ты идешь к ней, ну, там, в общем, проблема. Когда приехала, какой-то период работала здесь в найме, ну, да, где-то на кого-то, или пока вот муж работает, ты пока с детьми, как у тебя вот с работой здесь сложилось, тоже интересно. Ну, да, я вот у себя тоже на канале рассказала свои плюсы и минусы Калининграда, вот, что мне понравилось, что мне не понравилось. Я, конечно, рассказала про, что мне вот единственное не понравилось здесь, это вот люди, что они реально обманывают, обманщики. Мне одна девушка написала, что, а вы что, паспорт смотрели, что они местные? Я говорю, да я, как бы, я с ними работала, я знаю, я говорю, я не буду играть, я рассказываю, как есть, что, действительно, здесь люди обманщики. А что у тебя с работой, где у тебя так получилось, так, что вышло? В общем, как, я первая, первая моя работа, это в банк я пошла, не буду назвать покупать, там нельзя, вот, там была, ну, как, это сложная, конечно, была работа, пятидневка, получается, по 10 часов на ногах нужно было стоять, 18 тысяч официальная зарплата, ну, там они действительно, там они сказали, вот, у тебя, получается, пять дней ты ходишь к нам, это будет, как, типа стажировки. Так. Понравится, остается, ну, и мы на тебя смотрим, если нас все устраивает, тебя все устраивает, остаешься, если нет, то, вот, 18 тысяч зарплата, получается, официальная, плюс проценты. Я опять не походила, посмотрела, ну, честно, вот, впихивает то, что людям не нужно, да, еще, допустим, обычно кто в банк ходит? Ну, там, деньги снять и пенсионеры заплатить за ЖКХ и так далее, да, вот, меня там, чтобы вот кто-то меня обучил, такого прям не было, я первый день сама стажер стояла, блин. Переживала, да? Переживала, никого не было, там еще девочка заболела, я в итоге одна стояла, и одной бабуле куда-то неправильно деньги отправила, для меня это шок был, потом на меня еще тоже вторая пришла, там какая-то у них заместитель. Как-то, как-то, я говорю, я объясняю, я стажер, ты же видишь, что я стажер, говорю, так получилось, говорю, я говорю, решить эту проблему, говорю, главное, говорю, откуда я могу знать, как это решать? Я говорю, в банке первый раз работаю. В общем, для меня это шок был в плане того, что меня не научили, но меня уже поставили, одну. Ты уже сразу. Ну, я, да, вот, на косячего жестко, чьи-то чешие деньги, да, бабулины последние деньги я отправила вообще не туда, для меня это был шок. В итоге я посмотрела на это все, думаю, блин, тоже вот так вот накосячишь, или, допустим, продажи, да, вот, там продажи какие-то минимальные. У тебя в итоге будет за 5 дней рабочих дней, у тебя будет за оплату выходить максимум 25, и то надо хорошо постараться, максимум 25. Ну, просто единственный, наверное, такой плюс, что ты работаешь в банке, ну, как некая весомая такая ситуация. Ну, я просто посмотрела, я же сразу смотрю наперед, там, сначала ты будешь этим, потом тебя посадят на кредиты. На кредиты ты 5 должна уж парить, это все продавать. А я не тот человек, который впихивает людям, что надо, что не надо, вот. Потом ушла, давай опять искать. Думаю, это вот тоже как раз был период пандемии, когда все работу вот потеряли. Пошла работать, у нас есть торговый центр Европы. Да, это очень знаменитый, известный, все приезжают. А, у нас, я помню, у нас в Казахстане тоже таких торговых центров очень много, у нас зарабатывали там прилично. Ну, я сама работала и, получается, в Финфлэре я работала у нас в Казахстане, и еще парочку каких-то, мой, Пьер Кордин, у нас там очень хорошо получалось. Ну, в плане, по деньгам. Тут, получается, большая, крупная компания. Они здесь такие крупные игроки. А чем они торговли, чем, что продаешь, что вы продаваете? Финчи, обувь, вот. Они тоже, я туда пришла, они говорят, так, у тебя будет, получается, 18 тысячи, вот, официально, плюс продажи. Ну, здесь-то я понимаю, что я продаю, не как в банке, тюхивая то, что мне нужно, да, людям. Или у кого уже это есть. Вот, а здесь я понимаю, что там, допустим, вещи продавать. Или я была в детском отделе стояла, вот, продавали эти комбинезончики. И, короче, 18 тысяч зарплата плюс, получается, ну, это с условиями того, что у тебя график 2-2 и плюс продажи. У меня получилось как? Я первый месяц отработала 12 смен. За эти 12 смен мне заплатили 12 тысяч. То есть у тебя, получается, 1000 рублей смена, 12-часовой рабочий день. Да, 12-часовой рабочий день. Это, конечно, очень мало. Это с продажами совсем, да, ты, получается? Это было с продажами. Почему мне не заплатили за продажи? Потому что я пришла, мне говорят, вот у тебя продажи, я говорю, мне говорят, вот у тебя, собственно, план будет, и ты его должна выполнить. Я говорю, окей. Прихожу, планы постоянно скачут. Я говорю, почему у нас планы постоянно меняются? Маша заболела, потом Катя заболела, потом Ваня заболела. Я говорю, при чем тут я? Вот я хожу каждый день на работу, я выполняю свой план. А у меня каждый день этот план меняется. Вы мне каждый день прибавляете по 100-200 тысяч в день. Да, это с чего сделаешь? Это же физически невозможно это сделать. А еще в плане того, что мы продавали зимние комбинезоны Рейма, и тут, получается, не сезон, и у тебя вот такой вот огромный план. Тебе нужно продать. Да, мне нужно каким-то образом продать. Думаю, ладно, окей, смотрю дальше, месяц работы. Меня, по идее, уже должны были, там, сколько, месяц у них стажировки, меня уже должны были официально устроить. Меня не устраивают официально. У меня все так же по договору. И они, знаете, какие-то сделали. Они договоры я так подписала. Они, должно же быть два договора, получается, один мне дают, а один себе забирают. Они сделали только один договор. И себе оставили. И себе оставили. А мне не дали договор. Я у них спрашиваю, где мой второй договор. Я говорю, принесите мне второй договор. Да, 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 и все. И так его договора нет. Ань, ну ты молодец, что ты еще спрашивала, что ты требовала, что ты, знаешь, свои права отставила. Это очень хорошо. Ну, действительно, они меня же по факту могли сказать, извините, у нас не работала эта девушка. А второй месяц ты отработала. Ты все-таки решила остаться, получается? Думаю, дай-ка посмотрю. Ну, как бы большая, крупная компания, да, это не просто там одна. Один маленький магазин. Да, у них крупная там, Рейма, Томми Хельфигер этот потом, Кальвин Кляйн. Это очень крутая, да. Кальвин Кляйн, Маркист. Ну, это большая сеть. И этот, второй месяц работы. Окей, у меня там вышло 16 смен моих, плюс мои продажи. Все-таки мои продажи учли. И я сделала самый большой план, получается, по продажам. Молодец. Ну, потому что мне нужны были деньги. Но что это, 12 тысяч, это мне ушло за буквально неделю. Чего? Заплатить, купить продукты и на дорогу, все. Да. Прихожу за зарплатой, зарплата у меня должна была быть 37 тысяч. Ну, это уже хорошо, уже очень хорошо. Все СМИ мне отдали 33. Я им говорю, ребят, куда ушли 4 тысячи рублей? 4 тысячи рублей, это 4 моих смены по 12 часов. Они мне говорят, при мне звонит бухгалтер и говорят, на налоги. Я говорю, извините, мне не 12, не 20. Я говорю, я понимаю, какие налоги, я у вас неофициально работаю, какие налоги. Говорю, покажите мне бумагу, чтобы вы куда-то отправили налоги. Аня, а ты им отдавала трудовую еще, тебе перевью? Нет, трудовую я не отдала, потому что у меня трудовая осталась в Казахстане. А, здесь ты не делала российскую. Если бы я официально устроилась, то, естественно, я бы уже сделала. Да, это, конечно, по глупости не забрала свою трудовую книжку, сказав, там, блин, это прям очень плохо, потому что сейчас здесь даже не такая, что ты работала где-то. Что у тебя опыт стоит. У меня есть реально опыт. В итоге, я уже с ней, а, я говорю, знаете, говорю, ну, это вообще не красиво, ну, это реально некрасиво, говорю. Вы знаете, у меня двое детей, говорю, у меня два кредита, говорю. Мне нужно как-то, ну, я понимаю, что я не одна содержусь в семье, но все равно сейчас время тяжелое, почему бы так обманывать? И мне директориса говорит, Аня, вот ты понимаешь, что слишком много вопросов задаешь? Я говорю, дайте мне бумагу, куда вы перечислили за 4 тысячи. Я говорю, сейчас пойду в офис разбираться. Она мне говорит, а тебя даже в офис не запустят. Это говорит о чем? Что ты никто. Ты просто вообще расстроилась и все, да, забрала эти деньги. Хорошо, конечно, что они тебе вообще еще заплатили. Но я, нет, я понимаю, что нельзя так говорить, хорошо, что они тебе это заплатили. Но по факту они, ну, это, конечно, ужасно. Что ты, я представляю, ты работала, как белка в колесе, наверное, накрутилась, чтобы перевыполнить этот план. Ты понимала, сколько ты заработаешь. И то это было перед Новым годом, когда реально были продажи. И вот получается, по факту, что ты работаешь, да, по 12 часов в день, на ногах стоишь, не присесть, обед, у нас обед был 15 минут. 15 минут обед, 15 минут, там, допустим, ужин. Все, за эти полчаса у тебя на весь день есть. Все, ты должна все сделать, успеть. Ты должна все сделать. И тебе заплатили, получается, 34 тысячи. Да, твой муж тоже, наверное, сказал, что это нервы меньше. 18 тысяч у тебя официалка, а остальные у тебя неофициально идет зарплата. И еще с этой неофициальной зарплаты у тебя же тоже, если они бы тебя устроили, они бы тебя тоже налог задержали. То есть, понятно, ты, они, они со всего забирают. Ты, короче, везде должна платить. Везде, везде, абсолютно. Ну, а так вообще девчонки там задерживаются, или тоже так же поработают и уходят, наверное, требуются часто. Ну, да, там есть, конечно, много. Еще, знаете, есть такие люди, которые просто вот привыкли к одному, да, и не стремятся к чему-то новому. Я просто такой человек, если я вижу, что здесь нет никакой перспективы, здесь нет резоны, и как бы, когда у тебя двое маленьких детей, ты хочешь и одеть их нормально, и сводить куда-то нормально. Ты понимаешь, что ты на эти 30 тысяч ничего не сделаешь. Ты на будущее должна думать. Вообще ничего. А по факту здесь такой работы нет нормального. Ну, я сейчас и смотрю, что ты ушла онлайн, пошла обучаться. Да, да, я сейчас заканчиваю графический дизайн. Молодец. Ну, вот потихоньку уже заказы есть. Молодец, молодец. В 2015 я вот точно вот уже зарабатываю. Это, Ань, это как бы на начало. Я не стою 12 часов на ногах, и это вот отстой 12 часов, приедь домой, кушать, приготовь, постираю, убери, потом на следующий день ты опять идешь на работу, но это дурдом. Да, я с тобой согласна. Молодец, что ты движешься вперед. Так, я вот сейчас стою в центре занятности, как безработная. Это тоже такой прикол был. А сколько ты получаешь? Еще про центр занятости. Это интересно, сколько платит государство безработному? Полторы тысячи рублей не было. Проплатили, сколько, три месяца. Потом мне на почту вот недавно приходит, получается, письмо, что вы должны прийти, у вас уже срок оплаты закончил, закончили, все, мы вам ничего не обязаны. А работу они тебе предлагают, Ань? Да, я у них еще проходила бесплатно. Вот что мне еще более-менее нравится, что у них есть бесплатные курсы. Так как я была безработная, я прошла курсы переквалификации маркетинга. Неплохо. Потому что я был в школах, да. Все-таки все время же все меняется, да. Думаю, пойду, пройду еще раз, потому что надо освежить память, потому что четыре года не работала из-за детей, ну, в декрете сидела. Вот. Пошла. Мне дали сертификат, что я прошла. Я с этим сертификатом прихожу. Говорю, так, ребят, ну все, вот я прошла, я уже нормально, да, вот. Что вы мне предложите? Где ваша трудовая книжка? Я говорю, у меня нет трудовой книжки, так получилось. Она говорит, ну что я могу сказать? Ничего, только вот у нас, я могу предложить работу уборщиком. Я говорю, а для чего я проходила эти, от вас же, от вас же эти курсы бесплатные? Ты думала, что ты устроишься на работу, а тебя устроят на работу? Да, да. Потом прихожу, говорю, так, вот получается, у меня закончился, я к нему опять прихожу, говорю, что вы мне можете предложить? Ну вот я уже ищу работу, я у вас стою уже 4 месяца, вы мне еще ничего не предложили, как уборщикам, уборщикам. Она говорит, хорошо, вот я нашла для вас работу, маркетолога, мне говорю, замечательно, библиотеку. Государственную, я говорю, интересно, у нас еще библиотеки существуют, у нас существуют библиотеки, причем такие прикольные. Интересно. Потом, то, что у них там есть отдел маркетинга, я тоже понимаю. Это тоже здорово, современно. Я думаю, такая, ну круто, мне дают бумагу, что вот с этой бумагой ты идешь, если тебя берут, ты ставишь печать, мы тебя открепляем, чтобы все-таки не безработно, чтобы ты устроилась. Я говорю, хорошо, зарплата какая, 18 тысяч рублей. Думаю, ладно, понятно. Думаю, ну там я не думаю, что нужно стоять на ногах по этой ночи. Ну да, да. Там какой-то работой. Для начала. Да, для начала нормально. Прихожу туда, а я им звоню, он прихожу. Она говорит, а у нас, мы еще на прошлой неделе взяли мальчика. Я говорю, как, если я на прошлой неделе была, я говорю, мне сказали, что у вас есть. А у них это вечно устарела информация. Как они могут? Вакансиатрируют. Я свое время, да, день целый потеряла. Как? Это вот, я говорю, ну хорошо, тогда поставьте мне сейчас отказ, что вы отказываете по такой-то причине. Это вот мне не отказали, надо опять идти. Ты опять пошла туда? Ну я еще не пошла, вот надо отнести. Тоже говорю, я вот сейчас учусь на графического дизайнера, говорю, да, это я вот уже умею много что делать. Говорю, может у вас есть какая-то работа по графт-дизайну? Да вы что? Это вообще редкие вакансии, даже не мечтайте. Она мне прям так сказала, даже не мечтайте. Ну прекрасно. Тоже передо мной стояла женщина, ну уже в возрасте, лет сорок, наверное, потеряла работу из-за пандемии, получается. А она десять лет проработала в ювелирной компании. Вау. У нее директор, у нее есть трудовая книжка, что она работала. И они же, у них раз в месяц проходит ярмарка вакансий. Да, я слышала. Вот ты туда приходишь, они тебе предлагают, да, там очень много, по идее должно быть очень много компаний, где они предоставляют вакансии. Ну да, человек может выбрать. Да, мы туда приходим, я стою в очереди, получается, перед этой женщиной, она, получается, сидит, и я стою и слушаю. И она говорит, что вы мне можете предложить? И говорят, ну что, у нас сегодня по вакансиям только уборщики. Да что такое-то, посмотри. А она говорит... Мне кажется, еще и продавцы, наверное, они требуются. Она говорит, вообще смотрите, в трудовую вы видите, кем я работала десять лет. И говорит, и вот как вы, говорит, можете меня сюда приглашать на ярмарку? Вы же мне сразу не сказали, что у нас есть такая-то, такие-то, такие-то вакансии. Я пришла, я свое время потеряла, да, отстояла в очереди, там сколько, минут сорок ты стоишь еще в очереди. Потому что народу-то много после этого времени столько стоят. Конечно, безработных много. И говорит, вы мне предлагаете сейчас пойти и работать уборщиком за двенадцать тысяч. И говорит, я все поняла. И говорит, что вы будете отказаны? Она говорит, ну конечно, я буду отказываться, я буду дальше искать работу. Ой, Ань, ты молодец, что ты вот не остановилась на месте, идешь дальше, обучаешься, занимаешься самообразованием. И я, знаешь, начало, главное, сделала старт такой, правда. У тебя уже есть заказы. И я уверена, что у целеустремленного человека сто процентов все получится. Анечка, спасибо тебе большое, реально очень интересный рассказ. И вообще спасибо, что приходят такие ребята, что-то рассказывают. Очень много полезной информации собираем. Ну а вы помните, ребят, внизу тоже ссылочка. Переходите к Ане на канал, посмотрите, много чего снимает интересного про Калининград. Ребят, ну все, пришла наконец-то зубатка, хочу вам показать. В общем, за доставку мы заплатили 150 рублей, и вот такая зубатка, она, в общем, 168 рублей за килограмм. Мы взяли 4,5 килограмма, вот эти какие куски. Ну мы хотим рюшки занести с Ашуней, ну и себе в морозилку я закину. В общем, люди брали, по отзывам нормальная, попробуем. Ребят, мы выбрались на улицу, и сейчас нам нравится гулять. Вот тут, я не знаю, как это, литовский пал, и здесь такая пешеходная дорога. Я уже ее в инстаграмчике снимала. Мы здесь и этих уточек кормим, и так гуляем. Она до Невского идет. Ну и, в общем, мы сейчас что делаем? Мы сейчас идем, взяли пылесос. Отдаем пылесосик и куришки назад. Взяли рыбку, идем, в общем, куришки, а потом пройдемся еще немножечко с вами. На улице, кстати, сегодня плюс 7. Ну все, наступает уже весна. Мы надеемся. Да. Вот, ребят, видите, как тут классно. Ну и вот мы уже вышли на Невского. Вот храм, резиденция королей. Мы, кстати, первый раз, да, сюда прям доходим, до самого. Ну да. До самого уже конца. Уже сто лет не было на Невского. Мы еще, кстати, ни разу с Виталией не были в круассан-кафе. Да, блин, кафе, кафе. Что там интересует, только круассанчики. А вот, ребят, идем к Ируське. Сейчас от Невского как бы в сторону Дадаева повернули. Смотрите, у людей сколько подснежников, да? Прямо не знаю, это только вот здесь. Посадили, или как бы они сами так растут. Ну хотя вон там тоже много. Они тут везде растут. Да, да. Просто у этих ребят прибрано, и мы сразу обратили внимание, что нормально. Смотрите, какую Руська желешку купила мне. Прям вообще, это прям желе. Желе, которое делают, я не знаю, чем там, шприцом. Ну, в интернете есть такие вот всякие. Очень классно. Это печенька. Мой домик, конечно. Да. Потом что еще? Это настоящие, настоящие корейские. А почем они у нас? По 300. Одна штука 300 рублей? Да. Одна штука 300 рублей, кстати. Там не было дешевле, это самое дешевле. Там еще пупикот будет у меня такая дешевле. Ну сейчас... Если это невкусно, то это блин... Слушай, ну затестишь, скажешь мне, как? Я сейчас приготовлю, я еще хочу. Давай, давай, я сейчас затести. Нет. Берестан. Потом, смотрите, Русика купила маме своей такой красивый блеск Лориаль. Очень такой тоже приятный цвет. Это примерно 400 рублей. Это... 700. Это 700. Никс. Классно. Мейбель. Тоже матовая. Тоже где-то 700. Тоже где-то 700. Вообще очень красивенько. Так, еще... Давай еще. Давай. Вообще классно. Ты померяешь на себя? Да. Ой, они даже в этом... Нет, это чехол отдельный. А, чехол отдельный. Да. Вот это, короче, это из манго. Ой, слушай, смотрится потрясающе. Да, стоит тоже. Сколько? 1800. 1800 очки. Она такая, я хочу очки драйвить. Оно смотрится очень красиво. Очень красиво. Да, нормально. Тебе в них как-то померила? Мама, она мне увидела. Я такая, все, хочу. Еще очки. Подобные. Эти сколько? Эти подешали. Это в Нью-Йорке за 800. Ну, эти тоже прикольные. Но вот эти мне больше нравятся. Мне тоже нравятся. Эти вообще класс. Эти хорошо смотрятся, но попроще. Мама сказала, если какие-то из них не подойдут, продаст. А мне это все. Ну, не знаю, ребята. Да, кстати. Тут под лицо все к лицу. В Таиланде такие очки. Я по 100 рублей покупал. Муку суху. Кстати, знаете, что я взяла вам? Так, это вам с Сашей, одну вам, одну Сашу. Это что такое? Это маски. А, это маски, которые вы так? Ну, да, работать с которой. Вам не удобнее будет. Саша, вот это, наверное? Ну, да, да. Это вам. Это нормально, на которое? Слушай, прикольно. Нормально. Я потом еще возьму. Мама попросила себе тоже еще взять. Мне это не подаются. Ай, потом еще джинсы. Давай, покажи. Ты себе взяла? Да. Классные. Ой, отличные. Ты померила все? Огромные. Они не такие огромные. Ну, они смотрятся на тебя хорошо. Это, мол, джинсы, они должны быть. Ага. Ну, конечно, мерила. Они еще прикольные. Молодчинка. За сколько купила? Сколько у нас стоят джинсы? Ну, сразу ценю, потому что очень интересно. Я думаю, обзорчик, что почем. Вот эти за три. Вообще нормально. Полумбирь. Это очень-очень-очень хорошая цена. А вот эти за две двести. В смысле, дешево или? Ну, да. А дешево три угла? Конечно. Ну, я не знаю, для хороших джинсов они мне вообще служат несколько лет. А я носить вещи не умею, поэтому... А эти сколько? Две двести. Эти нормально тоже. Ну, это черные, знаешь, универсальный вариант. Да, это классика. Это под все подойдет. Так, 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 так. Это что у нас такое? Футболочка. Эта футболка ты тоже в полумбире, кстати, брала? Да, я все в полумбире. Молодчинка, хорошо. Ты еще двести. Ну, приятно. Что там написано? Ну, что-то такое. Валя Бич. Чисто летнее прикольное. Это у тебя без ничего, да? Просто... Это вот это, которое... Ты все спешил с солнцем. Слушай, ну, прикольно. Не, не с солнцем. А, солнце. Солнце, солнце, солнце. Это тоже... А, это полторы. Как качество, кстати? Нормально. Хлопок обычно хороший. Обычно хлопок хороший. Да, и мне нравится, что она плотная такая. Но она не тяжелая, она плотная. Не, она вообще хорошо смотрится. А, ой. Сейчас покажу. Давай. Давай, давай. Слушай, ну, прикинь, я даже не думала, что лапша будет стоить на 300 рублей. Но я прям хочу, чтобы ты ее попробовала. Это что такое? Блок на брови. О, и Руся же идет на брови учиться. Это что такое? Это краски, свочи. А, вот хуй. Это бумада. Как бомж, блин. А это ты пробовала? Это краска, вот так вот. Это смешиваю краски какие-то, допустим, разные цвета. И вот такие цвета получаются, какие должны получиться на коже. Это красиво будет на бровях. Конечно, красиво. Мне это нравится. Мне кажется, этот мне подойдет. Такой ближе к какой-то красноте. Очень красиво, ага. И вот этот еще красивый. Да, очень красивый. А я смотрю на фотках, думаю, что-то... Давайте уже... Ну подожди, да, еще к покупочке. Гости пришли. А ты девочку видишь? Дарьяна, броу. Так ты уже пошла на занятия? Я сегодня уже тучу на теорию. А, вообще. Завтра уже девочка будет делать. Вообще круто. Все. А где я это взяла? Просто пошла. Нет, мы сейчас на этом доме, нет? Да подожди, давай покупки. Гости пришли сначала на стол. Нет, ну давай покупки. Обзор покупок. А ты еще что-нибудь купила? Фух, как с вами тяжело. Ты все уже? Не помню. Ну все тогда, накрывай. Ну давайте чай тогда. Вот взяла. Что-то, не знаю, Саша взяла. Это тоже чистая... А что это такое? Сода что-то. Вау. Сокосодержащий напиток. А он по чем стоит? Если 125. 100 с чем-то. 100 с чем-то. Ну ты чистая, видишь, такой... Слушай, а сколько... Ну вот эти мелкие с по 50. Мелкие с по 50. Раньше по 20 рублей. Да, да. Ты же по 19 рублей. Ну все, давай, Короче, запаривай. Будешь мне рассказывать. Сейчас Саша, что-то еще и будет. Ну давай. Так, это китайский нихао. Нихао, дорогие друзья. Нихао. 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 Давай, пробуй. Ну, выглядит прикольно. Что, острое? Ну, если красный доширак взять. Раза в два с три. Вон, это острое, слушай. Это очень острое. Ну, лапша какая-то такая. Не знаю. Здесь большой такой круг светали, сделали, прогулялись. И к русске с Сашу не зашли. Мы единственное, что заходили еще документы забрать. И документы мы не забрали. Мы, да, что-то заболтались так вообще. Давно не виделись с ними. И, ну, нормально. Ну, день классно провели. Ладно, завтра зайдем уже. Надеюсь, завтра успеем. Зайдем, заберем документы. Все, друзья. Будем заканчивать этот влог. Будем заканчивать видео. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо за ваши комментарии, лайки, дизлайки. Вообще, спасибо, что вы у нас есть, друзья. Ладно, давайте увидимся в следующем влоге. Пока-пока. Пока.